Валерий Курас 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 Что такое идея, что такое замысел, что такое вообще мышление. Это в некотором отношении способ, каким мы всё многообразие конкретного мира упаковываем в некие простые вещи. То есть, на самом деле, весь мир между нами, который как раскрытый, он представляет собой бесконечное многообразие возможностей. Но мы его упаковываем в те возможности, которые соответствуют нашим интересам или соответствуют нашим возможностям. Можно было бы сказать так, что на входе мы имеем бесконечное многообразие, бесконечное богатство. А на выходе мы имеем то, что только нам интересно. Мы на это только внимание обращаем, мы это фиксируем. То есть, на самом деле, наше мышление, оно избирательное. Да, оно на самом деле в этом мире, я не говорю о том, что оно произвольно, опять же, да? Но оно усматривает в этом мире только то, что ему важно. Вот, например, важно нам, что существуют, я просто сейчас буду простые примеры приводить, хищники, да? И мы усматриваем, что да, существуют хищники, и их надо опасаться. Мало ли они могут там, допустим, напасть. Или существуют, допустим, хорошие люди, а существуют враги. Да, и вот мы фиксируем так. Надо ввести понятие враги, надо ввести понятие друзья, это существенно. Да, для нашего житья-бытия это всё существенно. Или, допустим, понятие пищи, да, понятие, это, ну и так далее. Вот мы достроим дом, например, нам важно понять, что фундамент мы вводим, понятие материала, понятие строителя. То есть, иначе говоря, в нашей жизнедеятельности всё то, что связано с нашей жизнью, оно нам важно. Да, и мы поэтому, у нас в этой сфере есть понятие. У нас понятие есть не вообще обо всём, а только конкретное, вот как сетку мы набрасываем, да? Вот у нас есть сетка, через которую мы мир видим, и мы говорим, вот эти вот узлы этой сетки существенны, а всё остальное многообразие несущественное. Может быть, есть какой-то научной точки зрения, например, вот есть же учёные, которые занимаются энтомологи, там, да, мукашками или кинут, таракашками. Ну, как бы, обычному человеку это неинтересно, но он этим занимается, потому что это его профессиональный интерес. То есть, у него вот эта вот сетка интереса, да, концептуальная сетка, да, она другая чуть-чуть. Ну, может быть, в какой-то области, в какой-то области частной, она более, как бы, такая подробная. Поэтому можно говорить о том, что вот есть различные разлишащие способности этой концептуальной сетки. Есть концептуальная сетка, это как бы общая для всех людей, да, А в некоторых конкретных областях, допустим, ученые, там, молот, там, или там, физика, вот, как-то, по относительно своей области интереса, у них эти сетки более подробные, да, то есть, они там какие-то, есть какие-то, есть какие-то аспекты реальности, которые он различает, да, которые все остальные не различают. Просто потому, что это им неинтересно, они об этом просто даже не знают, что так можно различать. Точно так же в музыке, допустим, музыкант, он как бы, мы просто слушаем мелодию, да, обычные люди, а музыкант, он там видит, допустим, как это все, то есть, у него какая-то существует настройка, да, какая-то концептуальная схема, как он видит многие другие вещи, да, какие-то тонкости видит, там, переходов, там, тонкости каких-то, там, формирования звуков, и, ну, много что еще, да, или точно так же, как художник. Мы просто видим картину, а он видит, как она рисуется, да, ему интересно, допустим, как мазки легли, там, как работа со светом, работа, там, со цветом, там, и прочее, да, там, работа, там, с композицией. То есть, вот, если, как бы, вот эти вот все частности игнорировать, да, но мы будем просто говорить о том, что у человека, ну, какой-то, поберем пока среднюю какую-то сетку человеческую, не просто вот эту вот заинтересованную какую-то частную сетку, да, но есть ученые, там, есть музыканты, есть, там, композиторы, и поэты, и прочее, у них, как бы, она немножко сдвинута вот в этих волосах. Но если вот брать все, вот эту такую, какую-то общечеловеческую сетку, то она, в принципе, как бы, нацелена на то, чтобы мы вид человека, да, вот в этом мире как-то сумели приспособиться, и, как бы, могли самосохраниться. При всех там, не при всех вот других там интересах, как при всем другом, в самом деле, все нацелено на то, чтобы, вот, выжить, да, в этом мире. Потому что это особенно ярко бросается в глаза, когда вдруг условие изменяется, да, и когда, например, дом рушится, или там, где наступают какие-то бедствия, там, война, там, не дай боже, катастрофа, или что-то. Да все бросается, науки, букашки, инструменты, там, все это уже неважно становится, да, важно становится просто выжить, да, как-то найти пропитание, укрыться там, и прочее, прочее. То есть, сразу вступает в дело вот этот вот инстинкт, да, самосохранимый. Но вопрос здесь даже не в инстинкте, на самом деле, а вопрос здесь состоит изначально в том, что, самое главное, надо запомнить, что вот есть вот эта некоторая сетка, и она, на самом деле, она имеет вот такое, как-то сказать, практическое измерение, да. То есть, мы видим этот мир не так, как он есть, я имею в виду сейчас не Кантовскую схему, да, потому что Кант там, на самом деле, начинает придумывать, что простанство временем формами чувства является, это, конечно же, не так. Ну, мы это обсуждать сейчас не будем, но мы будем все-таки держаться в логике Гегеля, да, где, на самом деле, понятие имеет отношение к реальность, или, говорю, логике Аристотеля, да. Присутствует разница, но с точки зрения нашего разговора это несущественно. Бог не говорит о том, что все-таки мы по мышлению, усматривает мышление некоторого рода аспекта, то есть, подобное выхватывает подобное, но это подобное в самой реальности, оно тоже присутствует, да. И нам важно здесь не это, а важно то, что все-таки наше мышление, оно отклонено, да, оно имеет вот... Оно не просто вот незаинтересованно смотрит на мир, да, а оно на самом деле отклоняется. Она всю-всю картину мира, которая перед ним вырастает, оно не может на него взирать взглядом, хладнокровным взглядом, что ли, да, как бы вот выхватывает так, как есть на самом деле, да. Оно все равно всю эту картину не то что искажает, а немного как бы вот искривляет в сторону своей практической нацельности. То есть, мы на самом деле к миру относимся все-таки прагматически, вот. Мы относимся к нему, и все наше мышление, и вся наша даже наука, вся она нацелена, чтобы в итоге из этого какую-то пользу извлечь. Да, и поэтому вот мы мир видим, да, исходя из этой сетки, мы как бы на него взираем с целью, чтобы у него какую бы прибыль от него получить, чтобы у него урвать такой, да, как бы вот использовать что-нибудь. Это в принципе, как бы, так устроена любая жизнь, да, любая жизнь пытается приспособиться, да, и в частности, как бы, способ приспособиться и том, каким образом используют то, что вокруг нас находится, да, еда находится, укрытие находится вокруг нас там, вокруг нас много что находится там, другие существа находятся, да. И мы всегда смотрим, другие существа нам могут грозить, еда там, допустим, можно ли ее есть или нельзя есть, Является, допустим, это ягода съедобная или нет. Можно животное есть, нельзя. Укрытие, безопасное это укрытие, небезопасное. Что нужно сделать, чтобы оно было безопасно и прочее. То есть, если так посмотреть на всю нашу жизнь, то вся наша жизнь, она является заинтересованным взглядом на мир, прагматическим. В том числе это доходит до области высшего познания. И в высшем познании это так. Так вот, все понятия, которые у нас сформированы, они именно сформированы из этой прагматической жизни. И категории, они тоже ведь, откуда взялись категории? Категории это статьи или аспекты, в которых рассматривается судебная разбирательство. Когда ставят, допустим, в ариопаге человека, и для того, чтобы исследовать вопрос, ему задают вопросы. И задают вопросы, что? Вопрос, что сущности? Вопрос, каков там? То есть, качество вопроса, сколько, количество и так далее. По всем аспектам проходит. То есть, иначе говоря, категории это просто способы, каким исследуется вопрос. Потому что и в исследовании вопроса, ведь даже познание, даже познание, те, кто в философии умудрен, всегда увидят, что даже к познанию мы относимся как к некому роду расследованию. Мы на самом деле не просто познаем, а мы пытаемся исследовать вопрос, расследовать. Как это расследуют какие-то сыщики, или какие-то там следователи. Вот следователь расследует преступление, у него есть какие-то следы. И он по этим следам пытается понять, к чему они приводят, какова логика, и как бы свести концы с конца. Точно так же какой-нибудь физик, да, в этом коллайдере, там, или как он там, как они там называются, эти установки-то. В газовой камере, там, какой-нибудь, да, там, камере перенасыщенного газа, да. Он, видишь, какие-то новообразования. У него же есть какая-то теория, что, что, что и значит, да, почему так вот, почему такой, так и прочее. Иначе говоря, во всем этом присутствует, некого рода всегда присутствует расследование. И вот это вот, опять же, и это расследование, оно откуда взялось? Оно вот взялось из нашей практической жизни. То есть мы нацелены практически на эту жизнь. То есть мы жизни этой задаем некоторым вопросам, чтобы его понять. И эти вопросы, они доходят до того, что категории, которые, категорео, да, это же просто обвинять по-гречески. Так вот, способы обвинения категораи, да, они оказываются, на самом деле, ничем иным, как общими понятиями, впоследствии. То есть они доходят до того, что то, что являлось просто как бы аспектами рассмотрения вопроса, становится общими понятиями. Да, вот там, если взять Канта, у Канта там уже никогда не подумают, что эти категории какого-то отношения имели к этому, к суду. Да, у него уже в оба категории, это уже как будто бы вот впечатали нам одно это мышление, да, при рождении. Но у него не идет речь о том, как о врожденных понятиях, конечно, это не так, но в некотором отношении вроде как нечто такое, что связано вообще с пониманием того, что такое человек. Да, человек обязательно, вот у него есть некое категоральное видение. Он видит через категории, и не может иначе. Почему это так? Ведь тут вопрос опять же связан с тем, что ведь все понятия, они исторически возникли в определенный момент. Мы приспосабливаемся к реальности, у нас возникает человеческое общество, возникает общение, там возникают какие-то, какие-то реальности, да, и мы эти реальности исследуем, приобретаем понятия, а потом почему-то вот эти понятия, которые, как нам кажется, в одном случае помогли нам, да, допустим, помогли нам в исследовании какого-то судебного, там, судебного какого-то, судебного дела, да. Мы подумали, а почему бы не применить эти же понятия, допустим, для расследования природы. И вот, пожалуйста, вам общие понятия. Можно вообще составить такую историю, да, всех понятий, и можно убедиться просто, что эти понятия не являются чем-то божественным, да, они не с неба свалились. А что они на самом деле, это вот в нашей практической жизни, да, вот прагматической, чисто вот прагматической жизни, необходимо вот вырабатывать такие вещи для того, чтобы как-то договариваться, да, для того, чтобы как-то вот с этой реальностью соотноситься. Так вот, к чему, как бы, опять же, я веду? Опять же, просто немножко отдалённо. Так, суть состоит в том, что раз это так, раз все понятия не являются чем-то высшим, да, вот как у Платона вдруг, где это там, за небесными существуют высшие понятия, и мы, типа, там, когда возносимся туда, да, мы их там, типа, видим, лицезреем, а на Землю, когда спадает душа, типа, вот она их частично забывает, и там, а частично припоминает, да, и то, что припоминает, она вот может их использовать, да. То есть такое представление о том, что вот существуют такие вещи, да. А если так вдуматься в понятия, это чисто прагматические вещи, да, они помогают нам ориентироваться в жизни, да. И имеют ли они отношение к любой сфере? Вот, например, категории оказались существенными в деле исследования вопросов, там, связанных с преступлением, да, вообще, с судебным разбирательством. Окажутся ли они столь уже важными в познании дела? Ну, вроде бы, как показывает опыт философии, там, и опыт науки, вроде как, и это помогает, да, в чём-то так. Так вот, если всё-таки наше изначальное мышление, да, вот его сетка, вот эта категориальная, категориальная, или сетка понятийная, да, искривлена прагматическим рассмотрением вопросов, то есть, мы изначально, как бы, видим только то, что нам интересно, да, мы много чего просто не видим, может быть, вокруг нас непонятно, что творится, но мы иногда просто внимания не обращаем, ну, тут интересно вопрос перевести к христианству, да, в христианском представлении были бесы и ангелы, и святые, многие уверяли, что это они прямо бесы, прямо видят, то есть, я ангел, вот я, например, не вижу ничего такого, да, потому что в моём категориальной сетке таких вещей нет, а у них всё это, в их понимании, в их вот этой сетке, всякие сущности присутствовали, да, и если они присутствовали, то, естественно, как бы, в том, что совершалось вокруг них, они усматривали, допустим, злокозней какого-то беса, там, или наоборот, там, как бы, какие-то деяния ангела, да, там, или даже самого Бога, то есть, в зависимости от того, какой категориальной сетке мы придерживаемся, наша реальность, она превращается, она существенно истолковывается иначе, по-разному, для меня нету ангелов и бесов, но это же не значит, что, как бы, вот, у нас разные реальности, то есть, реальность у нас одна, но мы просто истолковываем её по-разному, в зависимости от того, какой категории реальности сетке придерживаемся. Конечно, здесь, опять же, нет бесконечного произвола, бесконечного произвола нет, но какого-то вроде вот такое вот колебание, да, присутствует. И вот если вы видите эти вот колебания, то ты начинаешь осознавать, что не так всё хорошо с понятиями и категориями, не так всё тут однозначно. Ещё раз, если категории, теперь я попытаюсь уже поставить проблему, изначально, и имеют прагматическую историю, и как бы исторически возникают, да, из никаких прагматических соображений, то являются ли они постигающими и познающими категориями. Не получается ли так, на самом деле, что нам просто удобно использовать категории, потому что, ну, мы пытаемся, если так вдуматься на всю историю человечества посмотреть, то мы пытаемся избавиться от непознанного. То есть мы на самом деле хотим, это наша цель вообще, да, всё сделать известно. Ну, что тут суть? Ну, вот представьте, допустим, существует какая-то где-то комната, да, там, и там раздаётся какой-то шум, ну, или там что-то кто-то скребётся, орёт, там, допустим, там, и прочее. И я, вот я, конечно, допустим, это всё слышу, да, но не знаю, что там происходит. Ну, согласитесь, что как-то трудно рядом с такой комнатой жить, там, непонятно, что ожидать, там, да, какие-то, непонятно, что, как бы, как с этой комнатой быть, там, что надо делать. То есть, если как бы существует такая комната, да, то я хотел бы всё-таки узнать, что там творится для того, чтобы успокоиться. Заглянуть туда, там, допустим, кошаки дерутся, там, да, или ещё что-то там происходит. И когда я вижу, что на самом деле кошаки дерутся, мне это понятно, то мне, то страх как бы отпадает, и я понимаю, на самом деле, что как бы, что это безопасно, да, и я в этом отношении не могу подвергнуться какому-либо ущербу в будущем. А это важно, да, как для самосохранения, что-то, это мне ясно. И вообще, движение самосохранения связано с тем, в этом же как бы и состоит смысл науки, один из смыслов, помимо других прагматических прибыли, да, один из смыслов. Развенчать всё, да, посмотреть на всё, вот, увидеть, вот, и каждое явление следить для того, чтобы понять, опасно оно для нас или нет. Допустим, черти, да, или там, бесы. Ну, как бы, когда люди не могли разобраться, что такое болезни, да, и когда другой причины, кроме как вселения бесов, допустим, они не могли придумать, то действительно, как-то же им нужно было с этим развязаться. Ну, как-то надо же было понимать, когда, как надо уберечься от беса, что для этого нужно сделать. Допустим, если мы читаем Библию, то там прокажённых выселяли в резервации, да, там. Это ведь дело не в том, что там какие-то там иудеи были какие-то злые, да. А просто они не знали, как быть. Да, они не знали, что с этим делать. Просто вот тот человек, у него на коже какие-то там какие-то язвы, там, болезни и прочее. Ну, что с ним делать-то? Ну, непонятно. Ну, видно, что, допустим, из опыта, что это может заразиться. Ну, что делать-то, если непонятно, что с ним. Ну, просто выселить его куда-нибудь в окрестность в резервацию, и всё, чтобы он там жил. То есть, это просто способы приспособиться к реальности. Точно так же, и понятие, которое мы постоянно переносим из одной сферы в другую, допустим, из сферы судебного разбирательства заберем категории, из сферы другой допустим, еще другие берем понятия. Математические понятия сейчас очень любят все распространять какой-нибудь пайл. Возьмут натуральный ряд и давай куда-нибудь применять, направо и налево, или какие-нибудь еще вещи. То есть все это зачем нужно? Для того, чтобы вот этих таких уголков укромных, где было бы что-то непознанное, откуда бы нам грозила опасность, для того, чтобы все это закрыть. Вот сейчас боятся метеоритов, прилетят какие-то метеориты, там непонятно откуда, ударят по земле и все. На самом деле приспосабливающийся организм, он всегда, даже если весь горизонт чист, и никаких врагов нет, и вроде ниоткуда ждать опасности, все равно организм на самом деле понимает, что горизонт может измениться в любой момент. Было бы хорошо поставить где-нибудь там заставу какую-нибудь, чтобы та застава предупредила о приближающейся опасности. Точно так же, и в этом мы боимся метеоритов. В чем тут состоит вопрос? Состоит вопрос о том, что, а вдруг действительно это ведь когда-нибудь может случиться, ведь такая возможность существует. Мы поэтому развиваем исследование этого вопроса, науку у нас и прочее, и прочее. И так во всем, на самом деле. То есть у нас, конечно же, есть наука. Использование науки и для того, чтобы приносила она прямую прибыль, чтобы она технику производила, чтобы свет горел и прочее. И помимо этого, также выяснять вопрос, связанный с тем, а с тем, что может нам еще грозить такого. Мы боимся не только как бы макрообъектов, какие-то метеориты, и микрообъекты, какие-то там, есть там, бактерии какие-то страшные, там, свиной грипп, там, и все, там, вирусы. Это все тоже надо исследить. То есть если посмотреть во всем этом, то во всем этом можно увидеть единую линию прагматическую, связанную как бы с выживанием. А раз она есть, то она искривляет видение реальности. То есть наша реальность, она искривлена вот этим прагматическим взглядом. И мы не видим, точнее, мы не интерпретим, мы видим, конечно, что-то, да. И может быть, в каком-то таком идеальном варианте могли бы видеть так, как на самом деле. Но мы интерпретируем видимое, да, вот с этим уклоном в прагматизм. То есть всякий раз это так. И в целом это в среднем так. Понятное дело, что каждый отдельный человек, еще раз говорю, что может в своей сфере действует иначе. Но тем не менее, в среднем человечество именно так действует. И поэтому здесь что важно, что проблема состоит? А проблема состоит в том, почему именно такие прагматические понятия могут в мире реализоваться. То, что в мире может реализоваться понятие, это, скажем так, вместе с Гегелем более-менее понятно. И раз некоторые аспекты есть в мире, да, мы эти аспекты усматриваем, потом как бы в своем, в своих неких теориях, концепциях обрабатываем и обратно проектируем, да, и, допустим, строим дом. То есть мы усмотрели, что деревья там, как строительный материал, допустим, удобный. Потом мы как бы в воображении, там, в своем мышлении придумали нечто похожее на жилище и реализовали. Это одно. Конечно, здесь поучаствовал некий прагматизм, потому что мы сделали жилище, чтобы защитить себя, но тем не менее. А другое дело, что если мы как бы теперь на эту концепцию глянем общим взглядом, то есть если все понятия наши, если все наши концепции, они вот нацелены на такой прагматизм, почему их реализовать возможно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова